В треклассе, да? Да. Посмотри, текст ставит символ. В общем, это или винг. То есть есть такая... Или запятая, обычная запятая. Вот смотри. Только более двадцать. Ну, допустим, мы преследуем, если вы винг. Да. Вот она есть. Только у меня есть два. Да. Существует. Слушай, ты. Вот. Держишь так. На встрече. Так, саму свечу создать, да, свечу не нужно? Ага, то есть, смотри, вот инструмент прямо в углу, выбираем вот сюда. Тогда прощите, есть планшетная. Вот, не надо, вот сама, вот и всё. Да, нужно сделать застройку, то есть, смотри, мы на него уже ставим чай, только большее количество. Получается эффект объёма, да, то есть, выбираем, и всё, потом увеличивается. А вот подумай, есть текст, ставить символ. Текст, ставить на символ, да. Выбрать, например, Вербенс или Виндис, любой шрифт, то есть, запятая, обычная запятая, такая более гладкая, то есть, ты её туда переносишь и внутри делаешь интерактивную заливку сеткой. Поняла? То есть, из обычной запятой можно это сделать. Вот для обучения всё-таки двенадцатая версия формы, она более удобна. Угу. Смотри, смотри, вот самая обычная форма, она лобочкой похожа. Вот видишь, она лобочкой. Ты точкой щелчёт, вот такая вот. И внутри тоже заливка интерактивной сетки. Не страшно, если она будет не совсем для этого получится. Нормально, нормально. Вот, она плотно у тебя стоит. Где-нибудь поставь там три на четыре. А знаешь, как можно подсказать свет свечи? Ну, допустим, вы не себе не имеющий стол, а просто свет свечи. Так, битовая, битовая форма, можно подсказать, битовая форма, вот сюда, битовая форма, в поискачный фон, вот, и я буду выбирать кипи. Теперь с битами можно сделать битами, как такие, и теперь размытка по гауссу. Так, и тут, посмотрите, мы должны как бы исключение такое, очень определенное. Можно еще больше. И в нашем морфоне оно будет получаться, что он как размытый эффект. Получается, у него есть угрожение. Вот, смотри, видишь, зачастую. А вот по свечу можно сделать битами. Смотрите, какая-то воздушная цепь, чтобы она была объемная, и ее можно сделать из-за битами. Вот текст корректиру, как выбрать текст, видность или видность. И т.е. она будет более ровная и более гладкая. Обычно, извиняюсь, что должно быть битами. А в эту, что-то, а? Тебе нужно матрицать. Да, да, она должна быть шлифлее. Вот здесь можно подавать вся тарелосты. А тебе, допустим, битами. Какой нигде, да? Что за битами? Ну, по-моему, 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 по-моему. Давай сделаем за мальчиком. Не видишь, что ты не как здесь делать. Девочкам просто на пару нужно идти. Я извиняюсь за них. Не-не, ничего страшного. То есть они его... А смотри, мы же можем это из прямоугольника сделать. Посмотрите, прямой инструмент прямоугольника у тебя получается замкнутая форма. То есть замкнутая форма. Да, инструмент прямоугольник. Давай прям потянула вправо и вниз. Вот, замечательно. Все, остановились. Дальше. Инструмент градиентная заливка. Оконочка. Нет? Вот инструмент градиентная заливка. Дальше выборочный цвет. Выбираем от желтого к оранжевому, допустим. И вот здесь маркер оранжевый. Оранжевый цвет. Да. Между ними можно поставить, допустим, оттенок красного. Щелкнуть дважды. Быстрый двойной щелчок. Да, вот. Посмотрите. И можно еще отделить, допустим, желтым цветом. Еще дважды щелкни рядышком. Так. Так. Желтый цвет. И можно передвигать, получая объем. То есть, смотри, ты двигаешь. Видишь, изображение объемное становится. Оно уходит в плоскость. Вот. Ну, тут можно варьировать. Дальше просто нажать ОК и у тебя получится. То есть и без цвета линии. Правой кнопкой мыши без цвета линии. Так. У тебя сейчас сеточка. Сетку нужно убрать. Да. То есть без сетки. Нормально. Эта, кто убрала, залив. Те, кто вам тут нужно. Правой кнопкой мыши на крючок могу выбрать. Смотри. Нет. Смотри. Выделить объект. Вот. Выделил объект. И вот так. Все. Вот и тебе объемное получилось. Волнуется. Не, ничего. Все нормально. Так. Теперь можно смотреть. Воск стекает. Текст вставит символ. Выбрать запятую. Да. И выбрать запятую. Тоже объемную сделать ее. И получается, что у нас получился такой интересный свет от свечи. Можно саму свечу немножко поярче сделать. Вот посмотри на нее. Смотри. Объем получился у свечи. Видишь? Она не плоская. Она получилась объемная. За счет чего? За счет градиентной заливки. То есть вот сам прямоугольник свечи можно сделать объемной. Вот давай попробуем. Возьмем прямоугольник. Пусть этот остается рядышком. Ага. На рабочем стиле можно. Так. Да-да-да. Заливка. Заливка инструмента. Заливка. Нажимаем. Так. Допустим переход от оранжевого или от желтого к оранжевому. В цвет выборочный. И здесь где-нибудь ограничитель красный поставь. То есть дважды. Нет. Дважды щелкнуть вот здесь на объекте. Так. Красный цвет. И отгородимся еще желтым. То есть еще желтый добавляем сюда в палитру. Так. Все. А теперь вот можешь передвигать. У тебя будет эффект объема. То есть она у тебя идет. Все правильно. Вот. Окей. Нажмут. Смотри, что у тебя получается. А вот капельки можно было сверху. То есть сделать ее просто обычный прямоугольник. Вот. То есть она более эффектно будет смотреться. Потом немножечко вазу нужно. И она же не может быть. У нее там тоже обязательно есть какая-то плоскость. То есть вот смотри. Например. На примере цветка. Сейчас тебе покажу. Вот. Например. Смотри сюда. Вот у нас идет какая-то плоскость. То есть в большую очередь. Смотрите. Ты с этой стороны идешь в сторону. То есть у тебя идет. А здесь у тебя получилось, что с этой стороны у тебя есть. А там ничего нет. То есть нужно что-то добавить еще. То есть в плоскость. Ну что-то появилось. Как мышка. Вот. Вот. подальше. Скакать вот этот воздух. И цвет линию лучше убрать. То есть без цвета линии. TO bormo. лучше убрать. Скоро еще. Умене. Теперь это идеальное процесс. А здесь заправлю. Еще раз так делаем хорошо обработку. Зато. Да. Умене. Очень. Умене. Продолжение следует... Так, это можно удалить из второго капелька. А это можно просто скопировать и вставить. Удалить. Так, а вот это можно масштабировать. Можно скопировать, вставить и тоже передвинуть. Будет следующая капелька. А этот нужно свет будет немножко выровнять. То есть смотри, преобразуем в кривую, имеешь удаляемое изображение. И здесь с этой стороны также сделать пламя более ровненьким таким. Вызоветку сетку нужно делать уже для... Все получилось. Ну все, молодцы. Вот тут немножко все движется. А вот с этой стороны еще смотрят изглаженный контур. То есть мы можем поставить маркер здесь, чтобы антирюшка тоненькой такой вот получилась. Ты можешь пока синим цветом закрасить, вот полностью вот нижнюю часть, да? Нормально, нормально, ничего страшного. Это же, понимаешь, как из воска, поэтому это может быть. Это же не четкая гематическая форма. Это все может быть. А подсвечник может и чуть меньше сделать. Лучше его тоже сеточкой сделать, интерактивной сеткой. И у него можно тоже сделать как подставку, иначе он, смотри, не будет держаться, не на чем стоять. Он в плоскость упадет. Указать. Как подставочка нужна, маленькая. Может быть, как полукруг, что-то такое. Овал. Субтитры добавил DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...